Первым Кудайберген Базарбаев посетил ветерана войны Османолы Исманкулова, который родился 15 мая 1924 года. Он является отцом пятерых детей и дедушкой девяти внуков и девяти правнуков. Османолы Исманкулов прошел всю войну и встретил победу в Австрии. И как он сам шучит, получил наивысшую награду. Остался жив. Он удостоен множества наград. Слушая взволнованный рассказ ветерана, мы обратили внимание на старую армейскую пилотку. Оказалось, что она не простая, а особенная. В ней он прошел всю войну и сохранил ее до сегодняшних дней. И даже написал о ней стихотворение. Следующий визит был совершен в дом ветерана Кадыга Сулейманова, который был призван в ряды советской армии в первые месяцы войны. Но по состоянию здоровья был демобилизован и снят с военного учета. Был награжден медалью за отвагу и многими другими знаками отличия. Наш кыргызский народ – самый счастливый народ. У нас есть все. Я желаю всем здоровья и красивой жизни. Пусть молодежь следует пути стариков, фронтовиков, любит свою родину, счастья, успехов и чтобы никогда не видели войны, как мы. Всем желаю мирного неба над головой. Сюимбаю Эр-Алееву уже исполнилось 95 лет. Этот человек – герой в широком смысле этого слова. Он смог сохранить творческое и нежное сердце, пройдя через все ужасы Второй мировой войны. Сегодня он не просто ветеран войны, а народный поэт с мировым именем. Автор более 25 поэтических сборников. Во время войны он трижды был тяжело ранен. Несмотря на множество званий и наград, для него нет ничего важнее, чем человеческая жизнь и богосостояние народа. В ходе встреч Кудайберген Базарбаев вручил всем ветеранам Великой Отечественной войны праздничные продуктовые наборы и подарки, приобретенные за счет бюджета. На сегодняшний день наши участники военные ежемесячно получают, кроме пенсии, ежемесячно получают компенсации в размере 7 тысяч сомов, ежемесячно получают 10 тысяч сомов. Это пожизненная степенция президента Крымской республики. И вот праздничная республика унесла решение к 9 мая также дать дополнительно еще и 15 тысяч сомов. Это все вот такие материальные вещи. А так вот в целом нам более важна моральная сторона нашего вопроса. Также глава ведомства с ожелением отметил, что с каждым годом количество ветеранов сокращается. И наша главная задача – это сохранить память о Великой Победе для следующих поколений посредством внимания и заботы о ветеранах Великой Отечественной войны. Бахтугуль Ахматова, Русан Кубанышбекулу, Новости телевидения пирамида.